Здравствуйте, меня зовут Сорен Багдасарян, я организатор проекта Дудукест. С 2014 года мы активно развиваем проект и, соответственно, у нас есть своя школа дудука в Москве. К сожалению, в интернете и в открытом пространстве очень мало материала, посвященного дудуку, особенно обучению на этом прекрасном, замечательном армянском инструменте. И именно сейчас мы решили сделать такое пособие, которое поможет вам научиться азам и овладеть навыком игры на этом замечательном инструменте. Ну что могу сказать? Поехали, рады, что вы с нами. Педагогом нашей школы дудука является наш замечательный Армен Аванисян. Армен, привет. Здравствуйте. Очень рад тебя видеть, как всегда. Армен будет вам рассказывать, как освоить азы игры на этом замечательном инструменте, а также с чего начать. Сейчас будет у нас вводная часть наших уроков, где Армен расскажет общую информацию о дудуке, а также легенду о дудуке, которую вы ранее, может, и не слышали. Меня зовут Армен Аванисян, и я являюсь дудукистом. Я учился в Армянском государственном педагогическом университете. У меня уже имеется 15-летний педагогический стаж. На дудуке я играю уже 25 лет. Вместе с учебой в университете я учился у нашего великого мастера, великого педагога Хачика Хачатряна, чем я ему весьма благодарен. К тому же я по настоящее время учусь у наших великих мастеров. Учился и буду учиться. Сейчас я хочу начать нашу программу «Легенды о дудуке», которая даст нашим зрителям представление о нем. Давным-давно, пролетая над горами, молодой ветерок увидел изумительное дерево, которого никогда раньше не встречал. Он влюбился, и нежно прикоснувшись к кончикам лепестков цветов, ветер создал восхитительные звуки, которые простирались во все стороны. Когда об этом сообщили повелителю ветров, его охватила злоба, и он уничтожил почти всю растительность гор. Молодой ветерок расправил свои крылья над своим деревом, пытаясь любой ценой его защитить. Кроме того, объявил, что ради него он был готов на любые жертвы. Тогда повелитель ветров сказал, «Ну что ж, оставайся, но учти, что ты больше никогда не сумеешь летать». Маленький и уже счастливый ветерок хотел сложить свои крылья, но повелитель остановил его, сказав, «Нет, это будет слишком просто оставить свои крылья себе. Ты сможешь взлететь в любой момент, когда захочешь. Но тот час твое дерево сгорит и исчезнет». Ветерок ободрился, так как он оставил свои крылья, а сам остался рядом со своим деревом. Все было бы хорошо, но с наступлением осени дерево оголилось и потеряло свои цветы и листья. Ветерок нахмурился, так как у него не осталось повода веселиться. Повсюду кружились его братья, вырывая последние листья с деревьев. Наполняя горы своими победными криками, они звали Ветерка на бал. И однажды, не сумев воздержаться, он присоединился к ним. В этот же миг дерево погибло. И осталась лишь маленькая ветвь, держа в себе мальца для Ветерка. Проходит время, и один мальчик, собирая дрова, находит эту ветвь, из которой потом изготавливается дудук, который, приближаясь к губам, начинал играть грустную мелодию. Этим заканчивается наша легенда о дудуке, которая выражает нашу печаль. Армен, расскажи, пожалуйста, общую информацию о дудуке. Этот изумительный инструмент, дудук, имея трехтысячелетнюю историю, является древним армянским инструментом. на нем играют с древнейших времен по сей день. Почему его называют именно народным инструментом? Потому что он сопутствует нам во времена скорби, так и во времена веселья. Дудук имеет своеобразное шелковое звучание, которое задушевно для каждого армянина и уже для некоторых иностранцев. Я хочу с большой гордостью рассказать о наших великих мастерах, которых, к сожалению, уже нет в живых. О Ливоне Мордаряне, Маркаре Маркаряне, Ваче Апсипяне и о наших живых легендах, Дживане Гаспаряне, Геворге Добагяне. Хочу поблагодарить их всех. Они все были мне как учителя, и все они даровали дудуку своеобразной стиле. Да, дудуку им и д Davissаму. дудуку им иным-герозу. Идут. Регон prospect. Идут. Идут.